Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону На итоговом совете говорили также о мусоре, как о перспективной индустрии. Из вторсырья можно производить и строительные материалы, и химическое волокно. Но это в будущем, а сейчас область только учится обращаться с отходами, утверждают эксперты. Лучших учителей выбрали на Дону. Звание «Лучший педагог в системе доп. образования» получили шесть преподавателей из 26. По словам замминистра общего и профессионального образования региона Ларисы Керцитской, с каждым годом учителей доп. образования становится больше. В настоящее время возрастает роль людей, мыслящих нетрадиционных, которые могут внести новое содержание в развитие нашего общества, науки и техники, способные обеспечить инновационный прорыв страны. Поэтому возрастает роль дополнительного образования, воспитания нашей молодежи. Лучшими стали учителя из Волгодонска, Белой Калитвы, Сальска и Ростова. Им вручили губернаторскую премию в размере 50 тысяч рублей. Наградили педагогов доп. образования, победителей областного конкурса за успехи в воспитании. Из 38 участников 10 стали лауреатами. Таганрог впервые примет Кубок России «Побьет в Одао». Эти единоборства сочетают в себе акробатику и холодное оружие. Открытие состоится 23 декабря. В первенстве примут участие 150 спортсменов из Ростовской области и других регионов. В Таганроге в Йот-Во-Дао занимаются почти тысячи человек. Этим летом тренер первой детско-юношеской спортивной школы Анатолий Яковлев победил в мировом первенстве по спортивной дисциплине, прошедшем в Индии. Информагентство don24.ru проводит конкурс на самое оригинальное видеопоздравление с Новым годом. Победитель выиграет мобильный телефон. Для участия нужно записать видеоролик с поздравлением и прислать его на почту ng-видеоконтест-собака-don24.ru. В письме нужно указать заголовок или тему ролика, его описание, свое имя, город и номер телефона. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Работу можно присылать до 24 декабря. Голосование начнется в 9 утра 25 декабря и продлится до 8 января. Подробнее о конкурсе читайте на сайте don24.ru. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Кристина Олешко. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове днем от минус 1 до плюс 1 градуса бессущественных осадков. В Таганроге плюс 2, возможно небольшой снег. В Зернограде, Сальске и Целинета плюс 3 бессущественных осадков. В Вешенской, Обливской, Морозовский, Чертково до минус 2 градусов. Временами снег. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова